По инициативе Вячеслава Гладкова региональные меры поддержки участников СВО и их семей теперь распространяются и на другие категории военнослужащих. Просьбы расширить список получателей поступали и во время недавнего большого прямого эфира губернатора в соцсетях. Речь о единовременной выплате в 100 тысяч рублей, 50 тысячах, которые полагаются при рождении ребенка, 15 на подготовку к учебному году, а также сумме на оплату школьного питания детей белгородцев, которые принимают участие в спецоперации. Подробнее о том, кто может воспользоваться такой помощью и в какие сроки, на состоявшемся сегодня брифинге рассказала министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова. Участники специальной военной операции, заключившие контракты с частными военными компаниями, сотрудники органов внутренних дел, нацгвардия, федеральные службы безопасности, пограничная служба, государственная пожарная служба и учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. То есть практически все военнослужащие будут охвачены семьей мерами поддержки. Поправки вступят в силу 1 ноября. Такие меры распространяются и на тех, кто к этому моменту будет продолжать участвовать в специальной военной операции. Заявление подается непосредственно военнослужащим или членами его семьи. С соответствующим документом можно будет ознакомиться на сайте Министерства соцзащиты в разделе «Деятельность» во вкладке «Антимонопольный комплаенс». Продолжение следует...